номер пятьсот двадцать восемь события дня 1 коринфянам 6 14 бог воскресил господа воскреси ты нас силою своею это эпиграф это за 23 мая семнадцатого года ну тут я показываю потом видно быть на нашем видеоканале во свете библии открытым оком как знак у нее какой искать есть такой вот ролик под таким названием римном 15 6 дабы единодушны едиными устами славили бога за 21 если не пожелаете слушать весь видеоролик тем более что с половиной звук пропадает но с 15 минуты прослушать можно бы вам как я обхожусь с мусульманином ваххабитом пишу виктору николаевичу савченко вам виктор николаевич нужно много отсюда вывести как может скорее желательно этой неделе в простую машину эти кухонные устройства не заведешь так запросто а вот в газели они вполне войдут то есть пока сергеем не договорился писал ему вчера пожалуйста дорогой ты наш отремонтирует что нужно не сдавая в полон машину в сервис там просто ограбят и вытолкнут как сергея пупкова вмятину они еще выпрают а что глубже так я уж наплакался от них настоящих недругов своей работе ответ только прежде чем ехать готова ли машина 10 июня она должна быть рано тут утром чтобы взрослых и детей увезти и груз слава богу барабаш заехал старый кухонный сервис отправил вам это на дом никите и маленьких три пока там потом решится когда нужно так попутно сказать сергей пупков не забудь тот маленький который у тебя забрать аппарат купили один старый небольшой туда к роману поставить остальное что погрузили игры сегодня это к надежде вас сильно отнести никита пусть поможет на пассивной игорю игорь просит помочь но только пусть ничего не изобретает все делает как скажет ему игорь и он как раз сказал говорит этот один бизнесмен там в америке говорит это я найму эти чека нас там бразильцы я ему показал вот он делает все как скажешь дальше не сказал он не будет делать и они говорят у меня без аварии уходят я вообще говорят американца поставишь он на скажем шагу начиная что-то советует разговаривать ну ты узнал это лучшее там тогда скажи ну спорить а сейчас зачем да мало то без спроса я показал по какой дороге ехать он по другой поехал он не знал что там мост разобрали и он столько время потерял но я сказал не по той дороге но я думал додумать то не надо тебе выполнять надо как в армии поднял руку козырьку и все слушаюсь и выполняй чтобы руки не оторвало техникой вот куда попало руки будет совать просто боюсь за него начнет пшеницу подгребать там где-то там дальше замотает руку оторвет просто я так боюсь за него он беспечный вовсе не жизненный я про никита говорю нет и намека на самосохранение и мало послушные все по-своему пытается испортить не сделать и испортить на володин дома и к иосифу тут два аппарата еще с духовка нанимая сергея пупкова может быть на завтра споровориться оба старых аппарата которые сегодня с игорем барабаш отправляю пусть наладят михаил с романом михаил кальмаев говорят что нужно узнать какие провода для напряжения это пусть тоже выверят никита говорит а никита не пошел к игорю шкурит там деревья какие-то валят что ты там шкуришь какой диаметр что за дерево и какой длины эти столбушки брать клён может у андрея или в садах где брали диаметр пожалуй самый приемлемый 15 сантиметров и чуть больше но не меньше длину как мне видится все же нужно сделать до 1 метра 70 сантиметров а некоторые по полтора метра некоторые по два метра потом заострим и будут как сваи для первого мостика это нужно примерно 100 свай таких как там привезенные голуби все ли у них есть юрий соболев пишет номер 2 америка евреи тора антихризия не 426 собрались вместе на христа его это название ролика такое блестящая беседа а там еще раз читали но вот дальше владислав марущах тут многое написал и так возлюбленной это пишет он ну если ты их там говорит григорий низкий низкий до беде буква с родной брат василия великого советую братьям путешествовать из тела господу из тела господа когда душа выйдет вот путешествие главное то они из каппадокии в палестину если дух дышит где хочет то есть здесь уверовавшие делаются причастниками дарования по сходству веры они по причине путешествия вирусалим то есть он против крестных ходов это новый материал мне скинули я всегда был против крестных ходов они ничего не нужны только пелесополосы загаживать да какие еще дела творятся там и спрашивает зачем пошла замуж выйти охота а другая еще что-то там болеет да зачем толпой то собирается свой крестный ход был высокорецкий нас собралось там тысяч двадцать двадцать тысяч без дела болтались а свидетели и горы идут от дома к дому к двери к двери два с половиной века назад великий русский ученый литератор михаил ломоносов в письме графу шувалова сохранение размножения российского народа в числе прочего изложил свои мысли по вопросу поста и разговления кавычки открыты приближается светлое христово воскресение всеобщая христианская радость тогда хотя почти беспрестанно считает и многократно повторяется страсти господни однако мысли наши уже на святой неделе иной представляет себе приятная и скромная пища иной думает поспеет ли ему празднику платье а иной представляет как будет веселиться с родственниками друзьями а иной готовит живописные яйца и несомненно чает поцеловаться с красавицами или помилее свидаться наконец за утренню в полночь начали и обедню до свету отпели христос воскресе только в ушах и на языке а в сердце какое ему место христу где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены как с привезу спущенные собаки как накопленная вода сотворенной плотины как из облака прорвавшиеся вихри рут ломят валят опровергает терзают так разбросаны разных мяс раздробленное счастье разбитая посуда текут пролитые напитки там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством там валяются обнаженные блудом утомленные недавние строгие постники между тем бедный желудок привыкнув через долгое время к пищам малопитательным вдруг принужден принимать тучные сильные брашно вжавшиеся ослабевшие проходы и не имея требуемого удовольствия жизненных соков несваренными едение по жилам посылает они спираются запоры пересекаются течение крови и душа в от варен на это до райские двери из тесноты тело прямо улетает то есть умирает и душа в от варен на это до райские двери из тесноты тела прямо улетает обращает внимание михайла васильевича на начала весны кавлички открыто когда все скверности накопленной человеков и от других Животные, бывшие во всю зиму заклещёнными от морозов, вдруг освобождаются и наполняют воздух, мешаются с водой, и нам с мокротными и цинготными рыбами в желудок, в лёгкое, в кровь, в нервы, и во все строения жизненных членов человеческого тела вливаются, рождают болезни в здоровых, умножают он и в больных, и смерть ускоряет в тех, кои бы ещё могли пожить доли. Неоспоримо есть дело, что неравное течение жизни и круто переменное питание тела не токмо вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных праздниколюбцев, с самоубийцами по честь можно. Далее Михаил Васильевич Ломоносов риторически обращается к отцам-учителям церкви. Для Ваши полуночные стороны-то мы рассуждали, что не токмо там нет и не будет христианского закона, но нет единого словесного обитателя ради великой стужи. Не жалуйтесь на нас, как бы мы Вам предписали есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина по красоуле, чего у Вас не родится. Расположите, как разумные люди по Вашему климату, употребите на пост другое, способнейшее время или в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Есть у Вас духовенство, равную нам власть от Христа, имеющую вязать и решить. Для толь важного дела можно в России Вселенский Собор составить, сохранение жизни толь великого множества народа того стоит, а сверх того учением вкорените всем и мысли, что Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке сынготную рыбу. Что посты учреждены не для самоубийства, вредными пищами, но для воздержания от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и другими образы ближнего повредителя прощения не сыщет. Хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мощало, глину и уголье, и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние есть доброе житие. Бога к милосердию, к щедроте и к люблению нашему преклоняющие. Сохраните данные Христом заповеди, на коих весь закон и пророки утверждаются. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, сиречь не кишками, и ближнего, как сам себя, то есть совестью, а не языком». Это не против поста, златоуст говорит, но что благоразумно все было-то. Иван Макаров пишет. «Мир вам, Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв о иереях Дионисии и Романе, Алтайской митрополии. На них напали хулиганы, битыми пробили головы, и они лежат один в реанимации в тяжелом состоянии. На них было совершено нападение, избит. Отец Зионити находится в тяжелом состоянии, при смерти. Это мне скинули такое. Ну и что дальше? Показать наши ресурсы необходимо, чтобы знали. Вот у нас «Мой мир». Я тут в шапке стою. Здесь легко писать. «Мой мир», mail.ru, зарядите. Там другая страница, если я с голубем, ну то не надо. Там контрольные просто. Вот ленточный вариант показывает нашего форума православного. Вот как он выглядит, ленточный вариант. Тут нажать нужно только на новое сообщение, когда зарегистрируетесь, поднимите. А что нужно найти? Общий поиск. Не по темам, а поиск. И вы сразу найдете 1600 тем. Тем, не просто роликов, тем. А там на одной теме бывает и десятки роликов, и книги, и еще только нету. Вот третий, самый большой у нас ресурс сегодня, это наш видеоканал. Вот я показываю православный видеоканал. 7200 наших видеороликов. Они по плейлистам разложены. Отдельно лагерь, деревня, новые люди, крещение. То есть, все можно найти. Вот здесь. И во свете Библии, это самый большой первоначальный ресурс. Большой по аудио. Во свете Библии. И тут самое ценное, это ответы по темам 4124. И вот сейчас мы возьмем одну тему, я ее продолжаю о священстве. Некоторые вопросы, которые необходимо, ну, дальше разобрать. Так, внутренний мир человека. Сейчас мы даже, минутку, куда-то она у меня тут делась. Это у нас не о священстве, а о русском языке. Вот, виноват. О русском языке. Вот вопрос, сейчас я оставлю здесь. Вопрос 2338. Десятый том, открытым оком. Ваш брат давно знаком с вашим епископом. Как знаю из личного опыта, священники далеки от открытости со своими архиереями. Скрывают истинные доходы и другое. Как лично у вас в РПЦЗ были ли конфликтные ситуации? Ответ. Примером может служить жаркая ситуация, какую нам создала моя статья о мертвом церковно-славянском языке и о живом великорусском. Но Господь так устроил, что мы живы, считаем все библейское на богослужениях только на русском языке и радуемся в Господе вместе с убивавшим нас архиереем. Экклесиаст 8.3.4 Вот это вот некоторые не понимают, что-то с ним не так архиерей сделал. Все, я ухожу. Куда ухожу? Писание говорит, не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Вот как устроялось дело. В кавычке открытое письмо. Вот меня спросили про архиерея, пожалуйста, я сразу отвечаю письма и прочее. Этих-то священников, какие сегодня выходят, такой вопрос задай, ни один не ответит. Повторяю, ни один. Патриархии, по крайней мере, я знаю. А что? Да и писем никаких нету. Говорят так, что только архиерея не задеть. Или то, что он как понимает. Это я говорю, просто знаю на практике. А здесь так. Христос посреди нас. Здравствуйте, дорогой отец Аким. Получил письмо от вас от 21 января. Вы все же наставите, что статья Игнатия, статья Игнатия о слове. Ну, то есть от церковного славянского, чтобы считать библейское хотя бы по-русски. Совершенно безобидно. Докажите. А коли не беретесь, по что же припираетесь со мной? Если бы это была не статья, а письмо Игнатия, так и подписанное письмо по такому-то поводу. Пусть тысячи адреса там. У меня не было бы причины к срочным и решительным действиям. Понятно, как будто бы шпион зашел где-то, крот подселенный, или как там, разведку я попал. Ну, что-то такое. А это именно статья. Она как раз в книге для истинного православия у меня. Причем человека, который бахвалится близостью к митрополиту Виталию. Печатает свое фото вместе с ним. Благословение от него на свою деятельность рекламирует. Значит, статью должны принимать, как одно из деяний зарубежной церкви. Но я говорю, у меня даже мысли не было, что принимать от зарубежной церкви. То есть, все это накрутка архиерейская. А теперь бахвалится. А что я буду скрывать? Почему бахвалится? Мы с ним вместе в синоде фотографировались. То есть, никто не должен знать этого. То есть, им это выгодно. Я ничего не написал, кроме грамоты. Поместил грамоту от него, где благословение получил. А то кто вас благословлял? Митрополит. Первосвятитель. Митрополит Виталий Устинов. Так у меня сколько этих благословений от разных архиереев. Нашу только газель три епископа благословляли, когда мы в путешествии были. Но это же совершенно против мнения, против учения нашей церкви. Причем Игнатий именно клеймит всех безоговорок, всех ревнителей церковно-славянского языка. Это наглость. То есть, чего ради клеймит-то сказал, что они не понимают, что народ-то в неведении, они не знают народа. Как вы-то не можете этого понять? Или лукавите? Но ведь не глупые. Псалтырь. Псалтырь. Вы что, не слышали? Вот то-то и оно. Понятно будет тогда, когда будем слушать и молиться. Но вот почему же Игнатий и вы говорите-то другое? Как же можно пастырю и проповеднику лгать? Лгать, но до того смешно. Что интересно, потом сам он начал переводить на русский язык. Там, ну, когда покойника отпевает, я не знаю, Акафис, Канон, там что есть. И при этом Игнатий прёт от себя тяну. Это язык-то какой. Игнатий прёт от себя тяну. Ну, жаргон. С таким гонором, как непогрешимый ни в чём. А речь на шла о русском языке. Вот какое было? Натянутые отношения? Нет? Мне говорят, ну, некоторые там, Вот это вы только говорите о хорошей о себе, Которой пишет, а плохое не допускаете. Так это у меня в книге помещено, в 10 томе. Ну, какой священник, который о нём вот это говорят, Или архиерей поместит? Ну, только, может быть, Кирилл Сахаров, игумен, Тут всё печатает. Ну, ладно, буду молчать. Тогда зачем же я и есть? То есть идти на благовестие, проповедовать, Он как будто не знает, а зачем есть? А есть ещё и гнобить, глушить. Зачем? Чтобы хвалить? Уговоры – дело хорошее. Но ведь, Игнатьевич, чем смиреннее говоришь, Чем более он превозносится. Не слышит? Совсем не слышит. На мои письма отвечает так, Что я не могу понять, кому он пишет, А обвиняет в том, чего и не было. А про что спрашиваешь? Не ответит. Вы же сами, отец Ахим, Ставили передо мной вопрос, Первое – перекрещивание, Второе – об истинном, о духе святом символе веры. Это мы уже считали. Я их специально задал на собор в Лесне, Дал Игнатию ответы. Он опровергает своими статьями. С нами ли он тогда? Мне никто не запретит. Что ж, воля твоя – гуляй свободным. Но твое мнение – это не мнение церкви. Я никогда к церкви не примазывался, Ее и церковь. Да церковь, что понимать? Куда ушли? С церковно-славянский язык люди не понимают, Ничего не верят. Церковь защищает, отставит свое учение. Какое учение? Кирилл и Мефодий сказали трехязыковый ересь, Когда не давали переводить славянский язык. В том числе и таким способом. Запрещая проповедовать иное, А коль не помогает запрещение, не слушается его, Тогда единственный способ – очистить свое учение, Сделать явным и гласным, Что такой-то непокорный проповедник отлучен, Несет свое, не церковное. Но на этом остановился. Кроме угроз ничего не было. И, Игнатий, вы видите в этих действиях Злой, горделивый умысел, даже тактику КГБ. Значит, мало смыслите в церковной дисциплине. Оставляя Игнатию Тихоновичу один лишь способ исправления, Точно так же, как публиковал и рассылал статью о слове, А публиковать и разослать по тем же адресатам Разъяснение по поводу ее написания, Текст разъяснения, согласованный со мной. Для согласования текста лучше было бы Игнатию приехать ко мне в Ишим. Я буду в Ишиме тогда. Ну, дальше я уже считал это, не первый раз. Вот я теперь показываю, чтобы считать можно было. Повторяю, это в книге, в моей «Открытым оком» 10 том. Я сейчас прокручу здесь. Суздали, как тут были. Вот, посмотрите. И в конце пишут. Уговоры могут смещить меня, но в целом в церковном деле навредят. Простите, если какая грубость со мной допущена в письме. Слово «Если». Такими словами огревает, как говорится, «Если». Никаких «Если». Тем более против понятного языка. Лучше пять слов понятных, чем десять тысяч непонятных. Но все было по-хорошему. И у нас об архиере осталась только память. Он на покое, не наша архиерея. Но 13 лет он нас вел, терпел, был. И он меня рукополагал в щитецы. Я ему очень благодарен. И стихотворение мое тут. «Защитникам быть сирых и вдовиц, покинутых, больных и одиноких. И от насильников спасти напавших на девиц, когда обиду видел, и спаси побок». Мог их. Но иногда не приведи Господь. И сила есть, отчетливо все видишь. На расстоянии твой крик души и злость. Но крыльев нет, и ты свидетель лишний. Живу по милости Господне не в столице, а на окраине имею голубей. Из леса рядом злые террористы и похищают, как чищение злой людей. Что делать с ястребом, ума не приложу. Советы нереальные отбросив. Решаю сделать крест и осветить, прошу. Остановить молитвой. Не человека просто. Не думай, что крючконосый изверг мог видеть водружение распятия. Среди ветвей невидимый был выстрел. И снайперу в молитве тот камуфляж попался. До этого не раз я видел в небесах, как нежная голубка добычей становилась. Теперь наш спор был на иных весах, и чаша благодарности до алтаря склонилась. И только раз я видел жмеша ветвей, как сиротивший нежных голубят, летел за той межой, не смел посметь и разворачивался, отступая вспять. То есть ястреб. Такое повторялось и в деревне. Испытанное средство на готове. Молитва, крест, рецепт от самых древних. И не к зенитке руки, к югове. Умильно по утрам смотрю туда, где храм. Не скрижищу на ястреба зубами. Не устоит сто крат сильнейший тот тиран. Я защищен с моими голубями. Вот такое событие у нас было. Два священника полили крест святой водой. Люди это видели, вся община и молились. Молились, и Господь помиловал. Еще один вопрос. Вопрос 2761, 13 том книге «Открытым оком». Интересно. Вот вопросов у меня 4124. Ну, это не два вопроса. Я знаю, ни один священник не покажет. Ни один. Тем более, чтобы они были по папкам разложены. Почему? А у меня грамоты нет никакой. Я сердцем чувствую, это необходимо. И вот на занятиях были, и там пришел один. Ну, молоденький совсем, с братом ходил. И говорит, да он, Игнатий, вопросы сам составляет, сам к себе и задает. А тут пришла новая книга. Он заглядывает через плечо, и как закричит на аудиторию. А вон мой вопрос. Он писал. Маленько пролистали. Он опять увидал, кричит. И вот мой вопрос. Стоп. Но я же сам их придумал. Опустил глаза, покраснел. То есть он не знал, что брат мне сказал. Когда вы начинали хлопотать о чтении библейских текстов по-русски. Христос воскрес. Он не с синодом, за который так ратовал. Это из-за рубежной церкви. И именно его отчислить теперь синодалы раскольникам, а не нас. А мы как были с синодом, так и остались. И что интересно, наш епископ, который такие разгромные статьи писал против патриархии, первый туда и нырнул. Ну, даже удивительно все. А мы как были, так и стоим. Обвинение вообще ни одно к нам не отнеслось. Да и доводы у него были не смешные, а на смешиво циничные над темной массой. Разве рожденный свыше человек, движимый Духом Божиим, может так издевательски относиться к душам прихожан, которые не понимают произносимых в храме слов? Вот как выглядела тогда их публикация по дискредитации меня, в первую очередь. Их два брата, один стал епископом, кажется, Ирине, в первую очередь. Что не красной нитью, а кровавой веревкой через всю Тимофееву статью натянута. Сколько бы ни изощрялись в обмане душ, помраченных непонятностью, а все остается на той же версте. Погибельный ров, отделяющий разум от слышания слов Божиих. И такие иностранцы вопят, чтобы их слушали, внимали им заклинаниям их, что быть тупым и темным очень даже полезно. 1 Коринфянам, 14, глава, 11 стих. Я считаю слово Божие, но если я не разумею значение слов, то для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Город Ишим преосвященному Евтихию. Кавычки открыто. Наша крестовозвиженская община города Барнаула на общем собрании единогласно постановила просить Вашего святительского разрешения и благословения считать при богослужениях на русском языке по синодальному переводу Библии 1876 года, все по Риме и псалмы Давида, Евангелии и апостолу. Подобная просьба наша вызвана тем, что наша община в подавляющем большинстве состоит из молодых людей, пришедших к Богу, принявших в сознательность святое крещение и ставших членами нашей общины, придя из неверующих семей в полном смысле оттяжкой тьмы, атеизма, кришноидства, к свету православия. Из церковно-савянский язык нам непонятен. Мы горячо желаем, чтобы слова, приведенные ниже, воплотились в наших общинах. Кавычки открыты. «Есть вещи крайне нужные», — говорит Феофан Затворник о переводе «служба» на русский язык, разумея новый, упрощенный и уясненный перевод церковно-богослужебных книг. «Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешение, и все устрашение, внимающее им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть этих песнопений совсем непонятна. Повторяю, совсем непонятна. И это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить, и не дает послужить им тем целям, для кого их они назначены и имеются. Ныне-завтра, ныне-завтра, ну надо же к всему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, которая от этого происходит». Пишет Феофан Затворник, кавычки закрыты, душеполезное чтение, название журнала, 1896 год, номер 10, страница 462. И далее. Из доклада о церковно-богослужебном языке принят решением Собора Российской Православной Церкви, 1917-1918 годов. Четвертый пункт. Определение. Второе. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка в богослужении, чтение Слова Божия, отдельное песнопение, молитвы, замена отдельных слов и речений и т.п. Для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью, желательно в настоящее время. Пятое. Желание какого-либо прихода служить богослужению на русском языке подлежит удовлетворению по одобрению перевода церковной власти. Это уже не первый запрос от нас к вам. И Лапткин, город Барнаул. Кавычки открытый к нам ответ. Уже не в первый раз я разъясняю о невозможности введения русского языка вместо церковного, славянского в качестве богослужебного основания. Первое. Определение Собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов ясно сказано о возможности введения означенного новшества лишь по одобрению церковной власти. Да новшества! Я-то говорю о Библии, архиерей-то, не понял, видно. Такой властью для меня является первый раз. Ну и дальше я уже продергиваю, чтобы мне идти ворота открывать. Вот считайте. Мы уже это проходили и в Тихий. Санкт-Петербург. Редакция «Возвращение». Убедительно просим вас отправить в Синод наше письмо, ибо у нас с Синодом прервана связь вот уже третий год. Не знаем, кто в этом повиновен. Город Барнаул. Священный Синод. Метрополиту Виталию. Ну дальше прочитайте, писали мы. То же самое. Ну, чтобы понятно было, я и показываю. То есть тормозните на этом месте-то, ну и просчитайте. Видите, как много написали. С искренней любовью написали. От редакции на нас напали. От редакции. Они нам церковно-славянские буквари присылали. Невостребованным. Вот пишет. А ведь Лапкин миссионерствует не среди диких племен, а в цивилизованном месте, в университете. Члены общины познали запутанные, не близко российскому духу, идеологии кришноистства. Ну, кто-то познал там два человека. Эти страстные послания против церковного языка набраны на компьютере. Тоже вещь не такая уж простая для темного разума. Все может пытливым умом. На церковно-славянском возникла проблема. Может ли быть такое? Ну и дальше пишет. Как они в Якуск послали, какое письмо было. То есть уговаривают. Вот я отвечаю. А Ольга Никитина, редактор журнала «Возвращение». Вот. И дальше. Дорогое господи Мирянина Игнатий Тихонович. Вот теперь пишет Борис, Чистяков, Балашов, посвященники. Какие там патриарших они тут трясут. Вот считай, я просто не считаю, я тут тороплюсь. Сами прочитайте. Кто же так нас здорово терзает? Сейчас мы узнаем в конце. Кто же это такой так заботится о нас? Ирия Тимофея Алфёров. Журнал «Возвращение», номер 4-8, 1996 год, страница 29-32. То есть они ничего могут говорить против «Возвращение». А куда? Ушли все из зарубежной церкви, ушли к патриархии не пристали, а образовалась отдельная ветвь. Туда ушли Дионисий там и Тимофей. Двое умные ребята. И дальше у меня стихотворение. Всю жизнь учись у дураком, помрешь. Кто выдумал пословицу ленивым, Что знания чужие не оценил ни в грош, Не засевая свою почерепную ниву? Вот если выводов пользительных не делать, Богатшие знания просто для диплома, То поговорка с дурью на нас воссядет смело, При первом повороте тот час в кювет заломит. Умение к спасению применю, Чужой, из тысячелетий приложимый опыт, Изысканное всем на удивление меню И недоморощенная кислота и копоть. Мечтал найти учителей известных, Учесть ошибки, промах и приверстки. Какие специи жизнь добавляла в тесто, И почему их хлеб до нас дошел нечерствый? Неси минутным интересом движим, Предвзятости не угодить бы в рабство, Слепцы чужие черепки оближут, Не насладившись состоянием райским. Библиотеки, тонны пыльных книг, Перелопатил, рассовал в конспекты, Познал, что и один библейский стих Все перетянет, даст душе ответы. Предузданно, как дальше задымит, Предсказано, что взрыву превратится, Где взрыву совершится, Где в пояс колбасу влез динамит, Дверь в преисподнюю лбом бьет шахидка. С библейской историей не спорят, Благоговейно пощеши в затылке, Рассматривая героев прошлых корень, Потоком слез туши свой корень пылкий, Походливы на зло, как все козлы, В пустыне участь их, конечно, не завидно, Весть о Христе неси не только к добрым, к злым, Не стать гербарием, скрываясь в келье синим. Ну, я на этом все сегодня. Ухожу, прощаюсь и сразу сплошу. Кто у нас тут был? Ну-ка, откликнитесь по слову хотя бы. Кто до конца? Были мыли, слава Христу. Так, еще кто? Никого больше не было? Есть, Роман еще. Еще Роман. Так, ну теперь отключайтесь, все, я ухожу. Давайте. С Богом. Болись, Алексей, Сергей поедет в Потеряевку, Сейчас повезет купленное. Субтитры добавил DimaTorzok